Наверное, глубокожаемые коллеги, позвольте представить результаты небольшого исследования, проведённого в стенах Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Николая Николаевича Петрова по оценке влияния на эффективность на одевантной гормонотерапии теремифеном в таких препаратах, как мелатонин и метформин. И позвольте начать выступление с вопроса, назначаете ли вы в своей клинической практике при иллюминальном подтипе опухоли молочной железы, вместо распространённым какое-либо одевантное лечение гормонотерапии? Варианты ответов достаточно простые. Интересно получились варианты ответов. Можно продолжить? Хотелось бы краткий комментарий, данный одного из последних метаанализов по изучению эффективности на одевантной гормонотерапии. В целом здесь, конечно же, преимущество за ингибиторами ароматазы, в том числе и по количеству органсохранных операций, и по частоте клинического и радиологического ответа опухоли на лечение. А целью нашего исследования было изучение комбинации термифена, одевантной гормонотерапии препарата, который является антиэстрогеном, но имеет более низкий профиль токсичности, нежели тамоксифен, и в сочетании с такими веществами, как мелатонин и метформин. Почему мелатонин, собственно, и почему метформин? В целом большинство экспериментальных работ сводится к тому, что мелатонин способен оказывать противоопухолюэффект инвитро и инвиво в отношении различных вариантов рака молочной железы, вариантов в плане именно биологического подтипа, а также оказывает противоопухолиэффект на опухоли молочной железы, перевиваемые, и ксенографты. Это достигается за счет абсолютно разных внутриклеточных взаимодействий, но основное из них – это влияние на индукцию апоптоза и снижение продукции такого фермента, как теломираза, а также некоторые другие. По данным эпидемиологических исследований было выявлено интересное наблюдение, что сам мелатонин, точнее, что у больных среди популяции населения, кто работает по ночам и подвержен так называемому световому загрязнению, возрастает риск развития рака молочной железы. Метформид же – это синтетический пигонид, который назначается в основном по одному показанию – это сахарный диабет второго типа. И здесь тоже есть данные эксперимента, в которых было показано, что он может тормозить опухолевый рост рака молочной железы, как инвитро, так и инвиво. Это достигается в основном за счет ингембирования МТО. Данные же эпидемиологических исследований свидетельствуют о том, что среди пациенток, больных с сахарным диабетом второго типа, принимающих метформин, риск развития рака молочной железы снижается в среднем на 18-20% по сравнению с теми, кто не принимает данный препарат. А также получены интересные данные в трех исследованиях о том, что пациентки радикально пролечены по поводу рака молочной железы и также страдающие сахарным диабетом, сахарным диабетом, принимающие метформин после завершения радикального лечения, имеют более длительную общую и безрецидивную вживаемость по сравнению с теми пациентками, которые также страдают сахарным диабетом, но находятся, например, на инсулинотерапии или просто не принимают данный препарат. Гипотеза исследований состояла в том, что как мелатонит, так и метформин могут улучшить результаты неодевантной гормонотерапии больных в люминальном местно распространённом раком молочной железы. Ну и ставились такие задачи, как оценить влияние мелатонина и метформина в эксперименте на модели перевиваемой опухоли у мышей, а также провести андомизированное проспективное исследование, в котором оценивались результаты неодевантной гормонотерапии термифеном в сочетании с метформином и мелатонином. Это приведены результаты эксперимента. Если что-то непонятно, сейчас объясню. Здесь схема эксперимента достаточно простая. Мышам под кожу на фрайвок перевернулась опухоль. Через 48 часов все мыши были андромизированы на 4 группы, каждая из которых получала свой вид лечения. Первая группа мышей служила контролем. Вторая группа получала термифен, третья – метформин, и четвёртая – комбинация данных двух препаратов. И было показано, что как раз-таки комбинация оказывает статистически значимое торможение опухолевого роста на протяжении всего эксперимента, что было подтверждено также при пересчёте данных показателей на индекс роста опухоли. Теперь к клиническому исследованию. Пациентки, местно распространённым раком молочной железы, люминальным, рандомизировались на 3 группы. Это неодевантная гормонотерапия термифеном в сочетании с монорежимом. Эта группа в дальнейшем служила контролем. Также неодевантная гормонотерапия с мелатонином. И неодевантная гормонотерапия в сочетании с метформином. Мелатонин назначался в дозе 3 мг на ночь ежедневно, а метформин в дозе 850 мг в сутки дважды. После 4 месяцев неодевантного лечения все пациентки были прооперированы. Первичной конечной точкой в данном исследовании являлось снижение такого показателя, как индекс КАИ-67, основного суррогатного маркера на общей безрецидивной вживаемости у пациента к люминальным А и Б-подтипами. Вторичной конечной точкой были объективные ответы качества жизни. Группы были достаточно сбалансированы по всем показателям, учитывая рандомизационный характер включения в исследование. При проведении многофакторов на анализы было выявлено, что дополнение на одевантную гормонотерапию теремифеном приемом метформина влияет статически значимо на снижение индекса КАИ-67. То есть в группе этих пациенток частота достижения снижения индекса КАИ-67 наблюдалась в 4,2 раза чаще, нежели в группе контроля. А также был оценен объективный ответ. Здесь выявлено было, что дополнение на одевантную гормонотерапию теремифеном приемом мелатонина вызывает гораздо большее число, статически значимо большее число объективных ответов на лечение. Медиана, если говорить о индексе КАИ-67, до лечения в группе теремифенов в сочетании с метформином составляла 20%, а после 9%. Ну, здесь представлена просто графическая частота объективного ответа. Видите, что она гораздо больше в группе в сочетании с мелатонином. А также была изучена корреляция посредством расчета коэффициента спирмина между градациями индекса массы тела, от нормальной массы до ожирения третьей степени, и снижением индекса КАИ-67. Так вот, только для группы на одевантный гормонотерапии теремифенов в сочетании с метформином было показано, что данная корреляция существует, а именно чем выше индекс массы тела, тем лучше, больше, чаще снижается КАИ-67. На качество жизни прием мелатонина и метформина никак не влияли. Можно сделать вывод, что прием мелатонина и метформина на фоне на одевантной гормонотерапии теремифенов не ухудшает качество жизни пациенток. Выводы достаточно простые. В принципе, я это уже так все озвучил, что как в эксперименте, так и в клинике мы получили статически значимые результаты в отношении применения мелатонина и метформина в качестве комбинаторных агентов при на одевантной гормонотерапии теремифенов. И вопрос в заключении. Какое лечение в надевантном режиме более эффективно у больных в лиминальном местном распространенном раком молочной железы, на ваш взгляд? Это гормонотерапия, это химиотерапия или оба варианта лечения равны эффективным? Не отвечает никто? А, не запустилось? Голосование. А вот все, запустили голосование. Прекрасно. А, еще нет, еще борются. Наверное, закончили в качестве... Нет, не закончили. А там был еще в качестве небольшого комментария данные того же метаанализа. Здесь у лиминальных подтипов не наблюдается слишком значимых различий между на одевантной гормонотерапией и химиотерапией. Поэтому, наверное, на настоящий момент убедительных данных на то, что эффективнее, у нас нету, в крайней мере, на мой взгляд. Спасибо за внимание. Продолжение следует...